Чёрт. Очередь команды Сил Тьмы запрещать героя. Да, да. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. Очередь команды Сил Света выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Осталось 10 секунд. Осталось 10 секунд. Осталось 10 секунд. Осталось 11 секунд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Верно все-таки Вардару Не плохой армор Ну да, не забрать Да, на факт карте Да, что-то происходит В миде буквально Акс секунду назад Там щемил Айсберга своим вот этим Хеликсом, заагрел его под крипами На топе тоже был шеф Драк и снизу что-то, короче, только успевать следить за этим акшнем Оба коллектива настроены на агрессию. Оба коллектива проиграли свои первые карты, наверное, какая-то нотка минус морали все-таки, более учитывая, какие мульфы смогли, по сути, выиграть с мегакрипами, все дела, но чуть-чуть им не хватило довести их до победы, но бывает. Чуть-чуть поаккуратнее, смотри. Должны быть. Бэков у них. Команда нами просто пойдет и поломает фронт, там не паникает. Теперь убивает нас. Курьер сил света был убит. Да, да. Сделал очень четко из-за себя. Закажите, у меня даже нет телепутата. Смэш продолжает в миде напрягать айсберга, два раза крутанулся, айсбергу больно. Ну блин, учитывая, что у Смэша свой регион довольно серьезный, его еще и Левинар Мором подхилипают, он еще и Тангус скушал. Не, не, Левинар Мором подхилипает, он еще и Тангус скушал. У этого, у Айсберг, у Айсберга. Ну да, это у Айсберга. За счет этой пассивки, тут вообще оба героя, на самом деле, с хорошим, родным. Природный, а у того просто способность прокачивать, что ты... Да, я имел в друге на этот. Подушу и ласку тоже. Так, и есть в виде Туск, который... Снимает, что удастся. Смэшного под армором. Что у Вини? Красиво было. Тепарт, ну как в лес фарке, конечно, делал Тепарт. На карте успевает. Улетал на бот, делал фраг, делал... Четыре с половиной минуты от паника ждать большего фрага. Но мы сталкиваем 99,7%. Да, максимальный, максимальный импакт, который можно было... Смёс. Реально, больше ждать, наверное, и нельзя. И вот в виде. Просто. Отсаместить вот этот единственный тангуз, который был, был за Юзан. И теперь проблемы уже у паника. Закрэшили его. Есть по голове стукнул. Так-то стукнет. Стукнул по таймингу. Всё чётко в решении. Володя. Не пугал на дополнительном... Ай. Сера. Ничего. Вот он твой. Хлак у нас ударил. Патчи с этим... Показывал... Пармить... Протекторами... И бедняга Флай уже. В который раз попадает под раздачку, погибает. У нас вообще в харде, по логике, должен стоять постоянно Хурион. Но... У него стоит Виномантер, и он расплачивается за Хуру. Потому что все вот эти смерти могли быть как раз таки у этого... Ээээ... Хуриона. Есть Амплифай. Прячет себя. Но прятать... Ну, только он не имеет. Чуть-то Никвейв не жалеется. Есть лёгкие деньги. Даблкил таким исправляет Слардар. Ураг даже, который был на Виноманстере. Говорят... Но в целом, если так вот... Виномантер хороший герой против Слардара. Виномантер это все дело будет пресекать. Виномантеров так давно не было. Ну, Виномантер это все тот же Виномантер, который будет тыкать змейки противозные. Тот же Гель, который будет напрягать как Акция, так и Слардар. Оба героя любят прыгать с Слардара. А Виномантер это все дело будет пресекать. Довольно неприятно. Та-ра-ра-ра. Может быть, шарик? Давай. Но время тянет. Может быть, какие-то телепорты бы все-таки сделать? Попытаться помочь? Да, есть телепорты, слегка запоздалый. Откидывается шардами. Получается выжить. Просто красава. Сыгрывает товарищем Гоц. Откидывается там Queen of Pain. Один скримчик. Еще буквально пару тычек. И есть сил. И в итоге перуанцы выкручивают эту ситуацию в свою пользу. Но подтягивается Альс. Вверху Альс Бергамоны больше нет. Но тот блинк еще 7 секунд в кулдауне. По идее, если будет монсовать, может получится. Queen of Pain с бутыля совсем не хочет отхиливаться. Но хилься же ты уже хоть как-то с бутыля умудриться. Каким-то непонятным образом помонсовать. Отблинковался и выжил. Вон не говоря. Но уста. А. Очень обидно. Альтер. Так. Вот. Вот. Мы встали на фиккары и планировали его убивать. Либо на фиале. А так вот. Так. А. 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 Драгонайт опять. Уже должны все падать собирают. Вот. Да. Но Драгонайт свою форму заюзнул для того, чтобы пытаться лепить на фейн, и так ее не убил. А тут у нас. А. А. Бардары, скорее. Башню сеть света не зеркать. Так. Ну там Акс у нас еще чуть-чуть может встрять. Бегает туда-сюда. Подтягивается потихонечку Айсберг. Форма дракония закончилась. Смэш. Просто начинается с всех сторон его месить. Будет жить. Хороший подкилл. Соник. Вейв и скримчик. Как же хорошо. Врывается Queen of Pain. Айсберг по идее должен умереть. Даже Ливи Нормор его здесь вряд ли спасет. Шарды каких-то ему закинуть. Да. Так и еды закинуть шарды. Слай там без ман и без тп пытаются убежать. Ну а Ван пытается расправиться с фаником. Рукопашную скримчик. И буквально еще одна тычка. Есть скилл. Замечательнейшая игра от перуанской команды. Какой же жесткий коллектив получился. Столько времени их не было видно на парсиональной сцене. И сейчас они обыгрывают нату Твинцера. И сейчас довольно-таки серьезно разваливают кабину Эйсберг. Но, по-прочем, Наги не может перенвать на мейджера. А вам, как мы знаем, просто так, как вайты раздавать не любят. Вообще, по этому поводу много споров идет. Но, в целом, Наги сейчас расширит. То, что Наги это лучшая, ну, подгоняя команда в Твинцере. Да, драка добыт конец. Отбратная, вышку забрали. Да, стратегическую свою составляющую Тинкспирит не реализует. Потому что, по идее, им со своим Драгонайтом надо ломать Тевера вместе с Фурионом. Но не получается. Замес и Вульс, как мы видим, сильнее. Эта Каминов Пенсера оборвалась замечательным образом. Сделала последний файк. Что там у нас по графикам? Замес? Проблемы? Да, я уже не знаю, как это будет. Слово таких вещей. Как вы думаете, как у Тома Молочка. Тома Фессингит, что была в другой игре. Ну да. Милушка будет фейгантом. У Тюбра, Тюбра, Тео, Тюбра, Тюбра, Тюбра. У ИГУС. У Арт, ему тоже важный путь. И стрял габлак снизу, прямо повесили на него апплифай, должны его здесь конечно развалить У нас какие-то звуковые эффекты, звуковые идёт рэмпэйдж, но понятное дело, что в игре пока рэмпэйдж нет Хотя вполне может произойти, начинает у нас серьёзная заруба, один в один пока по итогу проходит файки Пэйн прыгает на голову Виномантеру, Соник Вейв не жалеется и Айс Шарданя перекрывает проход Минус ещё один герой Вообще у Свардара герой это так ш**довало Башню Сил Света на нижней линии атакуют Умер Бред сделал, он сделал Супер Бред Добавим, что Сил Света Линии атакуют Поймали, поймали Эллидана, не хочется ему конечно умирать, но по-моему здесь Хотя Эллидан ещё умудряется сам разваливать на разбросе кабинеты И очень даже неплохо снова вырвается Queen of Pain, даёт скримчик И его обузит армлет очень качественно Крэш у него имеется в наличии, правда не попадает, Афшарда меня очень приятно Отблочила Нет маны на блинг, еле-еле каким-то образом, хотя на стиков он себе восстановит ману Ну, может быть, это друговаться, но Это как-то не стоит Продолжение следует Ну вот Ну вот Ну вот Да, похоже на то И в виде нападения Поймали Масоку Масоков Может отъехать Но тут сразу на разбросе гейминг Какая-то проблема Там уже ветром верно Хорошо Культануло в Габлака Габлак почти отваливается Из-за Ультимативную Курьев Какой-то Фунов 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 Покарка Ну Сейчас Парочка Героев Будем Дальше Такой Соник Вейф Заетал Очень серьезный Или Дан Клапается Или Дан пытается взять Но он пока что имплотный шардами его все таки Прикончили Молдис Панаплай Тоже в гуще соблюет и хочет попытаться взять Смэш, и его еще Тауэр неплохо фокусит, и Тауэр переагрили, в итоге Смэш выживает, прилетает туда Фанни, Смэша заденайли, будет жить им год, но не очень долго его тоже забрали, дико кровавая баня у нас тут нарисовывается, просто команды месят друг друга до последнего, уже Габлак успел резнуться и возвращается обратно где-то в лабрикан. Продолжается просто драка, поэтому здесь каждый раз не показывает, сейчас посмотрим, драка не желает, не желает мне плавать, не самый такой размен для литературы, в этой эпохе, в томаре, там и Queen of Pain тоже, конечно, даже главное. Тяжело видеть, ребята полезли за вышку, там новая аура, которая дает там много, но темно. Тауэр не влияет, это два акта, с лотара. Вот, и катаюсь на айсберга на топе, айсберг сейчас может облегчить, опять, очень много, что он его заваливает, это хотел Панник на помощь, айсберг живет, живет на мужика до последнего, но с клинчиком его все-таки добивают, и Панника будет кто-то стоит, и Панника тоже подъехал, нет, и Порта, и КП вроде не очень много, как-то именно арбор степка продлил его жизнь, но не более того, да, а Тим Спирит смотрится очень-очень неуверенно, пульс прям заквитает. Как-то хорошо, включим, что ратирует полки по карте, обратите внимание, вроде можно купальнику и на комбайнах, то есть дармора, то есть в другой дистанции, в ней также везде, в другой дистанции, в ней также, вдруг можно привлечь к нам, когда угодно, куда угодно, Да, по сути, преимущество жесткого у волков не было. Вот сейчас графики решили рвануть, наконец-таки, вверх, после сноса товаров, после того, что у волков, пять тысяч экспы и почти полотов, преимущество уже более-менее серьезное, потому что до этого как-то непонятно, было 200 голды преимущество, потому что по-то, то и волк, то это довольно серьезно. Башню сил света на нижней линии атакуют. Самый такой приятный обид. Дану открывается, но фэн хороший. За трасс, быстро пикает Олидана, олдит он. Хороший, очень агро смеша. Сулачный путь. Вилучий хлопок, хлопа уходит. Просто знаменательный, вполне у нас очень грамотно сделать, почти яйзбург. Ну, айзбург невероятно долго месяц, у айзбурга, к сожалению, нет еще более-менее хорошего дэмэджа, чтобы под формой наносить сплэш урон. Но, к сожалению, это, наверное, и решает. И сейчас Паник какой-то прикончит, там параллельно дабл-дэмэдж у Пинопэйна, поэтому на Габлака, Габлака стерли, и Паник что-то отправляется в таверну. Тим Вайф, просто... Блин, я так и договариваюсь, потому что ужас вокруг происходящий, и я там сидя еще еле слышу, вы меня извините, но я половину слов просто проглатываю. Это напрягает, наверное, на меньше, чем вас. Акса, тоже великолепный, и флажар, которого несил на этих профит, и последних сил пытался его добить. Он его не добил, потому что тот там армалет переобузил. Опять делают пуст, сами... Закончили это. Должны драться, они обязаны драться. У них, ну, как бы, вардар в данной ситуации, трой, который фармит очень медленно. У него нету, которому можно поймать, что там... ...брать пару кубей. Он простых игроков, которые не имеют. У него нету. Он имеет пан, да, он может, как-то пармит, про-фармит. То есть им удобнее пармить. Но... ...башню сил света на верхней, и это получается. Ну, мы знаем, какая-то... ...кто-то... ...стал-то есть... ...тамблевый. ...батчетик. ...право нужно выиграть для топки. ...станкопили. Силы света укрепили свои сооружения. Башню сил света на верхней, и это откуда. ...батчет, который показывает. Башня сил света на верхней, и это откуда. ...зарушено. Но фейн вот этого вот с доминатором бегающие тоже. И самое стандартное, что мы привыкли видеть. Ну, кстати, довольно симпатично. Орчат доминатор. Сорчат можно грейдить вот в этот новый шмот, да. Дает просто дичайший урон. ваш не сидит куда он там очень маленький я вот так говорила до 1 парня ведом а генда 4 до корот в а джор за счет я конечно этого вот но башню сил подобные мощнее так у нас смолки от team spirit пытается ребята повоевать конечно им желательно еще и параллельно но они вот хотят поймать кого-то за бёрстить и если не такая возможность это такая себе идея айсберг понимает что там убиваются и аншанты подбитый побитый на смешку это длинковаться там параллельно убили приона вообще а я я я я я и в итоге загангали не спирит оборот их хорошие силы тьмы на нижней линии силы тьмы укрепили свои сооружения продолжать таки рад раслана миша сейчас он начнет путь реально помогать Смять пирата какая-то. Вообще вот пик команды Вулф смотрится супер непонятно. Я изначально хотел спросить, зачем он тут лардер, учитывая, что дэмэдж-то даже у того же акса теперь уже пюр с крутилки и соответственно фикс дэмэджа как такового практически нет. Зачем тут? Я вижу, что 27 на 9 счет и разваливаю Вулф очень-очень уверенность противника. Практически без шансов, если п***ть на графике уже 7,5 тысяч. Это 12 из фикс пы. Как будут прокручивать Team Spirit я не знаю. Может быть сами Spirit и знают. Ну и его сейчас должен по идее погибать. Взяли М-кода, а его что? А куда он делся? Он улетел с даггера. Он улетел с даггера, его там поймали сноубол и он просто уступил с даггером. Молодец. Среагировал очень грамотно. Да. Похоже, там был ДМ-чина. Как-то. Я подумал, что... В принципе, вообще если бы Team Spirit, они очень сильно атаковали. Если бы они сейчас протирали бы Драку, они потеряли бы Т-1 тучку. Я не знаю, но Т-1 точно не потеряли. 2 потеряли тоже. Инициатива очень... Да, но Spirit молодцы. Ну вот Иллидан подставляется. Сразу идет дикая инициация. И опять хороший Sonic Wave, скримчик. Это Sonic Wave, скрим. Когда южиться особо ума не надо. Учитывая, какая инициация была от Акции. И продолжение от Слардера. Кайсберг тоже отправится в Таверну. Тяжело. Очень тяжело Spirit. У них довольно сильный лейд. Винг-аут это дающая ауру. Драгонайт по форме вроде больно дамажит. Гонский кушает очень мерзотно. И пытаются собственного тиммейта сейчас Team Spirit забрать. Под ультимейтом Винтера Виверны погибает. Флайд. Фаник тоже отваливается. Габлак единственный живой. И Габлак теперь отправляется в команду свою в Таверну. Боже мой, что вообще происходит? Как эти перуанцы так разваливают? Я не знаю. Супер же этот голова пик, который под Т-3 Тауэром на 22-ой минуте позволяет им убивать Spirit. Башня села света на них Вот, пожалуй Атаку бобега бояка башню сил света на нижней линии атакует может быть достаточно на нижней линии лак башню сил света на нижней линии атакуют вообще у драгонайта хотя бы есть барабан и армлет драгона богатый веноманта там фурион мил шторм мека пока тоже не любит мясо бенга там дела себе угр клапы тоже фактами или дан варятам совсем все скромно в то время как урят из пульс и карканы и но пейн почти страцей акции форс дагер так и начинается у нас очередная драка да неплохой ультимейт но скорее чтобы остановить немного и вулсу они не собираются останавливаться флай почти там тебя убивать хорошие 2 но подорчи да будет жить успеть ли ультануть да все-таки успевает дает еще гель все это перед смертью естественно его должен тоже по идее погибать фанни до конца на мужика дерется отпрыгивает финна фэйн все полоски хитпоинтов и гулфс очень-очень скромные забирает а там змеяки посмотри встречаем бомбу и он из фана флайд сбивает гадлайк получает полторы по первых он был увидит права В итоге Тим Спирит неплохо камбэчит, у Тим Спирит появляется еще один жесткий боевой юнит, это Виномонтер с Аганимом. Теперь ульта там наносит бешеный урон, пайпа конечно есть у Акса, но в любом случае ульт Виномонтера пробивает даже через... очень жестко. Я слабо остановлюсь, как вам нет. Пока Квапа не спаунился. Квапа же спаунился? Центричник поставили, боже мой, это все поймали. И он погибает уже, боже какая ошибка. И свап поздно, и бесполезно, еще и Винга погибла. Да не, но тут слишком хорошо смотрятся перуанцы, если они эту карту умудрятся проиграть, это будет, конечно, не обидно для них. Ну, само собой. Башню сил света на верхней линии атакуют. Башню сил тима на линии атакуют. Да, сетку плей-офф, верхнюю сетку плей-офф есть. Пока шанс попасть еще у одного коллектива в этой группе. Это пока не ясно, но проигравшая команда в нижней сетке... Башню сил тимы на центральной линии разрушена. Башню сил света на нижней линии атакуют. Может быть это фейк отступление очень похоже на самом деле на фейк отступление. Потому что как-то глупо согласиться отступать, тогда у тебя есть возможность продолжать. Как вы говорите? Здравствуйте. У меня есть правила, эти спросы все равно будут как-нибудь. Пауны не получают. Башню сил тимы на нижней линии атакуют. Башню сил тимы на нижней линии атакуют. Классно, ребята. Так бить эту кайзку. Классно. Вот или это ремонтирует. Сейчас says, кажется он хороший гад. Готовие убитые кайзки. Сколько идут на знания за нервы? Работа п binnenи! Дару не хватает. Все тогда пойдут. У меня кайзка противника. Дети mayor не должны. Да. Тот же. Тот же. Тот же парни, так и пак туда. Да, шанс. Атака не до сих пор имеет. Давай, трон. Не, он не был агонимный. О, точно не был. Но вот с агонимом тут урон гораздо серьезней. И тем не шутейный демедж. Па Sympira Тот足 Рокубинов Закреватель Среди КП Ето Тот Пара дential нападают просто на панику уже в который раз беднягу порвали да так и есть теперь же с лардером бороться будет можно поглить и как бы странно но собираются вместе ребята из спирит и судя по всему т2 они все-таки хотят эффект но это довольно опасно так же это опасно мне кажется что лучшие на нижней линии атакуют а 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 как а 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 живет и спасет от них сил да и леданок очень получается у него выфармить какие-то шмоки даже тот же бкб еле он там это выфармить но попадают на бкб соник вэм его финишат габлак под замедлением тут еще разваливают волос ванна плая ну как то вот ванник был не готов драться там не знаю почему ребята вообще бак бак вон через форс странное вид это похоже уже не как нет но я очень хорошо получаю не очень хорошо получалось начальник это как да без шансов полностью вообще без шансов и волосы что тут говорить спирит пытается что-то делать но вообще ничего не происходит прям тотальная доминация на протяжении всей игры там какие-то были моменты где получилось неплохо провести памят этот один когда виноватся больше даже выберется не игра полностью идет под диктовку перуанцев и и и и и и и да и и и и если так и и обыграли но потом проиграли ребята Это мы за NAVI, так что у нас тут мясорубка такая серьёзная продолжается. Ну, я так понимаю, что вкратце сказать по поводу этой каточки, по поводу вообще происходящего. Ну твои впечатления. Мои впечатления. На мой взгляд, сам Айфар должна была стоять лучше. Наверное, погорячился, когда сказал, что Свардару там прям некомфортно. Не, он там всё-таки свою эксплуат. Но она какая-то недолиния получается. Какая-то вот реально недолиния. Ты вроде и загнобить особо не можешь. И вот этот лесной Фурион тоже, как казалось бы, да? У него с кучей факты, но потом он куда-то пропал. Потому что реально какие-то недолинии, непонятно куда прилетать, непонятно что делать. В общем, лайкнапов в Киеве должны были более-менее отстоять. На том, что у Айфа более-менее нормально отстояли. И очень хорошо отстоять на харде с Виномайнсером. И Трофет, который прилетал, делал импакт. И вот впоследствии, после такого трейнинга, этого не было. А это самое важное. И их приглушили. Если сейчас поговорить немного о игре Элит Вульф. Ребята всё сделали просто замечательно на начальной стадии. Ещё взяли Акса в Драгген Найтах. Это очень хорошо стоит. В итоге у Акса вон такие жёсткие шмотки. Он танкует, он делает свою команду плотней. И иницирует замечательно. Кмин оф Пейн выдаёт дельчайший дэпбэят. Своими сотни боевыми вещами. В итоге импульс просто, в принципе, весь пуш своего противника закончен. Ну, ладно, мы тут можем... У вас для этого и сценарий. Поэтому, я думаю, мы передадим им слово.